Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и в этом видео мы разберём, что нового появилось в аддоне RyzenFolk 6 цивилизации. Сам аддон, правда, не вышел ещё, но было три геймплейных видео от разработчиков, и по ним уже можно сказать, какие новинки в игре с этим дополнением появятся. Хороши они или плохи, это уже другой вопрос, это мы сможем понять только поиграв, а вот разобраться и быть готовыми к новым введениям я предлагаю прямо сейчас. Сразу предупрежу, в этом видео не будет ничего о новых нациях и лидерах, а только о новых механиках. Поехали. Возвращается механика Золотого Века, правда, в расширенном виде, что, конечно, намного интереснее и больше похоже на реальное развитие цивилизации. Итак, когда вся планета переходит в какую-то новую эру, например, из Древнего Мира в Античность, игрой подсчитывается, сколько очков эры ваша цивилизация набрала. В зависимости от этого, в следующей эре вы можете быть в трех состояниях, либо в темных веках, либо в нормальной эпохе обычной, либо у вас начнется Золотой Век. При Золотом Веке у вас, конечно, будет много бонусов к развитию вашей цивилизации, но при этом получить Золотой Век в следующей эпохе и даже нормальный век будет уже намного сложнее. При этом, если у вас началась темная эпоха, то в следующей эпохе получить Золотой Век станет намного проще. Более того, есть Героическая Эпоха, которая еще круче, чем Золотой Век, но вступить в нее возможно только после темных веков. В начале каждой эпохи, там, либо Золотого Века, либо Темных Веков, вы сможете выбрать бонус за самоотверженность. Ну, это мой перевод. В английской версии это называется Dedication. Как оно будет переведено в нашей локализации, я не знаю, но смысл в том, что выбрав бонус, вы его будете получать в течение всей следующей эпохи. Я не буду на них подробно останавливаться. Ну, для примера, карточка к оружию во время нормальной эпохи даст вам плюс одно очко эпохи за каждого убитого не варварского юнита. А во время Золотой Эпохи та же карточка к оружию открывает специальный казус белли, то бишь повод для войны. После осуждения противника вы будете получать на 75% меньше штрафа за вармонгерство, а производство военных юнитов увеличится на 15%. Думаю, и в Темной Эпохе к оружию карточка тоже будет, просто мы не знаем еще и бонусов. Ну и еще отмечу, что при вступлении цивилизации в героическую эпоху можно взять не один, а аж три бонуса самоотверженности. Появится своеобразная историческая хроника вашей цивилизации. Называется эта штука Historic Moments. Ну, я бы по-русски это перевел как моменты истории, как ни странно. И вы это будете получать, выполняя мини-задания во время... даже не мини-задания, а всякие штуки, которые происходят во время игры. Например, вы первыми из всех цивилизаций очистили варварский лагерь, или первыми основали религию, или первыми совершили кругосветное путешествие. Кстати, наконец-то это вернулось. Это было во многих старых цивилизациях, но куда-то ушло в пятой. Постройка районов с высокими бонусами за соседство, тренировка уникальных юнитов. В общем, много-много всего может добавляться в эту историческую хронику, но кроме вот такого красивого представления и дополнительной исторической атмосферы игры, это вам будет давать еще и очки эры, и поможет в следующей эпохе вступить в золотой век. Появится механика лояльности. Теперь у каждого вашего города будет свой рейтинг лояльности, который может повышаться и падать в зависимости от некоторых факторов. Ну, например, ресурсы роскоши лояльность повышают. Если удобства или довольствия в городе не хватает, то лояльность понижается. В городе с низким рейтингом лояльности повышается риск восстаний и даже того, что город перестанет быть вашим. Он себя объявит либо свободным городом, либо будет аннексирован соседями, у которых с этим делом все нормально. Если же в вашем городе высокая лояльность, то он может давить этой лояльностью на соседей. Понятно, что золотой век лояльность повышает в полтора раза, а темные века, наоборот, снижают в половину. Что известно на данный момент о том, как повысить лояльность. Во-первых, отправить в город губернатора. Во-вторых, провести проект хлеба и зрелищ в каком-нибудь из ближайших городов. Тогда и в этом городе тоже повысится лояльность. Также от культурных союзов какой-то бонус к лояльности идет. Кроме того, ваши ближайшие города влияют на ваши же города в хорошем смысле. И, соответственно, в плохом города соседи. Так что старайтесь побольше ваших городов поставить. И не допускать, чтобы рядом с вами было много городов других цивилизаций. Продвинутые или улучшенные союзы. Теперь вы не просто можете заключить союз с кем-то из игроков, но и выбрать его тип. Кроме того, чем дольше вы будете в союзе с этим игроком, тем больше бонусов будете от этого получать. Например, если вы заключаете научный союз, то на первом уровне вы будете получать 3 очка культуры от каждого торгового каравана к вашему союзнику. И он от этих караванов будет получать 1 очко культуры, извините, науки. На втором уровне вот к этому бонусу еще добавляется 3 очка науки вашим караванам. То есть вы получаете, итого, 6 очков науки от каждого каравана, отправленного к союзнику. Ваш союзник от ваших караванов получит 2 очка науки. И при этом каждые 20 ходов на стандартной скорости вы будете получать Эврику, той технологии, которую ни вы, ни ваш союзник еще не изучили. По-моему, очень неплохие бонусы для того, чтобы быть в союзе, а не воевать. Типов союза будет 5. Научный, военный, экономический, культурный и религиозный. Не очень понятно, как альянсы будут увеличиваться в уровнях, повышаться. Разработчики говорят, что существуют некие очки альянса. А уровней у каждого альянса будет 3. Ну, для примера еще приведу военный альянс. Например, на втором уровне военный альянс дает плюс 5 к силе вашим юнитам против игрока, с которым вы в войне. Вы и ваш союзник, естественно. И плюс 15% к продукции, к созданию военных юнитов. Но опять же, только если вы в это время в войне. Этот обзор выходит при поддержке глобальной космической браузерной стратегии consolewar.ru. Несмотря на то, что партии там длятся месяцами, к любой из них вы можете присоединиться в любой момент и совершенно спокойно развиваться на уровне со старыми игроками. Загляните на сайт consolewar.ru. Следующая новая механика называется Emergencies. Я бы это перевел на русский как «чрезвычайные ситуации». В чем идея? Если один из ваших соперников, ну, или один из игроков на карте, получает какой-то бонус за счет чего-то, то создается вот такая чрезвычайная ситуация, после которой этот же игрок либо может еще больше бонусов получить, либо другие игроки, которые выступят против него, не дадут ему получить бонус и тоже что-то получат. Например, Чингисхан обращает священный город Мекку в свою религию протестантизма. Ну, согласитесь, обращение священного города одной религии в другую – это чрезвычайная ситуация. Тогда выскакивает такое задание – в течение 30 ходов на стандартной скорости надо эту Мекку священную конвертировать в другую религию, не протестантизм. И к этому заданию приглашаются другие цивилизации. Если участникам этого чрезвычайного события удается сделать Мекку городом своей религии, то каждый участник этого чрезвычайного события получит по реликвии. Если же не получается, то монголы Чингисхан во всех своих городах увеличат давление своей религии. То есть она будет лучше распространяться. Это одна из возможных чрезвычайных ситуаций, которая нам была показана на стриме. Не очень понятно, кто конкретно может присоединяться к этим чрезвычайным ситуациям. Ну, точно понятно, точнее, что если вы союзник Чингисхана, то вы против него выступать не сможете. А вот что с остальными, видимо, все, у кого есть какие-то религии, смогут принять участие в этом чрезвычайном событии. Точно не могу вам сказать, будут ли эти задания как-то генерироваться на лету, или они все будут одинаково заданы, и мы их через пару игр просто выучим. Это будет понятно только поиграв. Конечно, хотелось бы, чтобы это было как-то генерировалось рандомно. Точно известно, что будет влиять использование ядерного оружия, захваты городов-государств. То есть, кто-нибудь там захватил город-государство, появляется чрезвычайное событие – отбить этот город-государство, освободить его. Тоже какие-то бонусы будут получать. А не будете отбивать, тогда человек, который его захватил, еще парочку бонусов получит. Ну и последнее глобальное нововведение – это губернаторы. В течение игры игроки могут призывать себе на службу до 7 губернаторов. Для этого используются очки губернаторов, которые можно набирать либо через социальные институты, либо через специальный, кстати, тоже новый район – правительственную площадь и здания в этом районе. Правда, тут вам придется выбирать – либо нанимать больше губернаторов, либо прокачивать уже имеющихся. Разработчики говорят, что в течение партии вы не сможете нанять всех губернаторов и полностью их прокачать от начала до конца. Так что либо у вас там будет 3, но супер прокаченных губернатора, либо все 7, но на таких начальных уровнях. Каждый губернатор имеет свою специальность, их можно легко определить. Это ученый, экономист, священник, военный, дипломат, производственник и, не знаю, фермер. Чувак, который на еду как-то влияет. Губернаторы, понятно, влияют только на те города, в которые они назначены. Назначать вы их можете только в свои города, кроме губернатора-дипломата. Он может быть еще назначен в город-государство. Как я уже говорил до этого, губернаторы повышают лояльность в тех городах, куда назначены. Правда, при этом они должны в них находиться как минимум 8 ходов. Это на стандартной скорости. А вообще само назначение губернатора, то есть его перемещение, занимает 5 ходов. Он как шпион, не сразу появляется в городе, а через некоторое время. Но, судя по стриму, один губернатор за 3 хода обосновывается. Виктор Кастеллан, который на войну заточен. Ну вот на его примере, кстати, скажу, какие могут быть бонусы. Начальный бонус, который у него сразу есть, это он повышает силу городского гарнизона в бою на плюс 5. Дальше вы можете прокачать, ну прокачки у губернаторов примерно выглядят так же, как у наземных юнитов. То есть вы не сможете все сразу взять, там такое дерево развития есть. Так вот, у Виктора гарнизонный командир дает юнитам, которые на территории города находятся, плюс 5 к силе. Логистика защиты делает так, что город невозможно взять в осаду. Эксперт безопасности снижает уровень вражеских шпионов на 2 в этом городе. Амбразура, прокачка амбразура дает дополнительную атаку этому городу. И инициатива воздушной защиты плюс 25 к силе противовоздушным юнитам, которые находятся на городской территории, против самолетов и даже написано, что даже против интерконтинентальных ракет. Опять же повторю, в ванильной циве перехватить ракеты сложно. И вот такие разные бонусы есть у разных губернаторов. И, видимо, надо будет в каждой игре еще и думать, каких губернаторов брать, где их размещать, на что их тратить деньги, на что тратить очки правительственные. Ну и кроме вот этих больших дополнений, в игре будет несколько мелких. Понятно, что 8 новых цивилизаций, 9 лидеров, новые города-государства. Уже известно, что это будет Антиох и Вавилон, так как понятно, что Вавилон город-государство, то как нации Вавилона уже не будет. Во всяком случае, в этом дополнении. 4 новых юнита, не считая уникальных юнитов естественной цивилизации. 2 новых района, один из которых я уже знаю, это правительственная площадь. Второй, наверное, это что-то какой-то из уникальных районов будет. 8 новых чудес, среди которых собор Василия Блаженного в Москве, а также статуя свободы. Несколько новых улучшений, чудес природы и так дальше по мелочи. Понятно, что слегка изменится дерево технологий и социальных политик, но это уже лучше разбирать после выхода дополнений. На этом, пожалуй, всё. Если я что-то упустил, дополняйте меня в комментариях, пожалуйста. Ну, а про новые нации будет отдельное видео. На этом всё. Спасибо, что досмотрели до конца. Зайдите на consoleworld.ru и играйте в умные игры. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Лёша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк. А во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досмотрели до конца. Видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом всё. Играйте в умные игры.